Здравствуйте! Меня зовут Алмаш Шарман. Я являюсь профессором медицины. Для многих, кто перенес COVID-19, диагноз – это лишь начало. С тех пор их жизнь как бы перевернулась. Таких пациентов часто беспокоят неожиданные симптомы болезни, которые приобретают затяжной характер. Некоторым затруднительно даже просто встать с постели, и врачи порой не знают, когда наступит полное выздоровление. Мы продолжаем знакомить вас с мнением международных экспертов. В сегодняшнем интервью мы обсудим долгосрочное влияние COVID-19 с Полом Гарнером, профессором Ливерпульской школы терапической медицины, одним из основателей знаменитой Кокрайновской библиотеки доказательной медицины. Вместе с ним еще два спикера – доктор Юлия Хаммонд, профессор общей практики из Манчестера, и доктор Лин Джарте, анестезиолог больницы города Суанси из Уэльса. Все трое переболели COVID-19 и продолжают испытывать симптомы болезни. Сегодня в нашей программе участвуют доктор Юлия Хаммонд, врач общей практики из Манчестера. Не могли бы вы поднять руку? Доктор Лин Джарте, анестезиолог больницы города Суанси Уэльс, что на Западе Великобритании. И доктор Пол Гарнер, профессор Ливерпульской школы тропической медицины, специалист по инфекционным болезням. Большое вам спасибо, что согласились принять участие в нашей программе. Мы бы хотели поговорить о COVID-19 и продолжительных симптомах болезни с вашей точки зрения, как людей переболевших и как врачей. Доктор Гарнер, первый вопрос у меня будет к доктору Гарнеру. Я читал вашу статью в британском медицинском журнале, где вы рассказываете о своем состоянии, эмоциональном истощении и полном упадке сил. Вы описываете эти симптомы COVID-19 как продолжительные. Врачи называют это состояние синдромом поствирусной астении. Доктор Гарнер, вы профессионал с большим опытом. Уверен, что вы соблюдаете все правила, социальную дистанцию. Кроме того, я знаю, что вы много лет занимаетесь военным фитнесом. Тем не менее, все это не защитило вас от COVID-19. Как вы думаете, почему так произошло? В то время, когда я заразился, в принципе, когда мы все заразились COVID-19, локдаун в нашей стране объявлен еще не был. В те дни число больных удваивалось примерно каждые три дня. Это означает, что прирост шел по экспоненте, в геометрической прогрессии. Я работал в помещении, где всегда было много людей, студентов и медицинского персонала. Конечно, мы все соблюдали социальную дистанцию, работали, уже были готовы к локдауну. Я думаю, что заразился именно на этом этапе. Борис говорил о коллективном иммунитете. Извините, вы имеете в виду премьер-министра Бориса Джонсона? Да, его, Бориса Джонсона. Он тогда говорил о локдауне, о том, что у всех будет иммунитет. Как раз в то время я и был инфицирован. Мне даже трудно описать свое состояние. Все было очень странно. У меня не было температуры, не было кашля и одышки. Я просто почувствовал какое-то странное недомогание, и поэтому решил уйти на самоизоляцию. Честно говоря, я не думал, что буду болеть долго. Сказал своему другу, что у меня кажется ковид. Он заверил меня, что через 2-3 недели все пройдет, но если будет одышка, надо обратиться в больницу. Вот примерно так все и было в начале болезни. Доктор Хаммонд и доктор Джарте. Доктор Гарнер сказал, что ваш премьер-министр пожимал всем руки и не носил маску. Как вы думаете, такое поведение могло вводить людей в заблуждение? Повлияло ли это как-то на вас? Потому что уже тогда в медицинском сообществе все понимали, что пандемия приближается. Расскажите, пожалуйста, свои истории. Как все происходило с вами? Я заразилась тогда, когда мы еще работали в обычном режиме. Оперировали, как прежде. У меня все началось со зноба и слабости. Я взяла выходной, потому что почувствовала, что со мной что-то не так. Однажды, как только я дошла от машины до парадной двери своего дома и стала ее открывать, мне неожиданно стало трудно дышать. А я вообще человек довольно спортивный. Хожу в горы, часто катаюсь на велосипеде. Поэтому то, что случилось со мной на пути от машины до двери дома, было явно ненормально. Мое состояние ухудшилось, появилась одышка и сухой кашель. Я болела около недели. У меня был постельный режим. Потом появился синусит, насморк, который сохранялся тоже около недели. Моя история несколько отличается от истории болезни пола, потому что вскоре я почувствовала себя лучше и вышла на работу. Но к тому времени ситуация уже изменилась. Появилось много пациентов с COVID. Плановые операции были отменены и нас перевели в отделение интенсивной терапии. Примерно через месяц я снова почувствовала слабость и слегла. Доктор Джарте, получается, что в вашем случае вы заразились в больнице. Вы не думали о том, где именно могли подхватить инфекцию? На самом деле, довольно трудно сказать определенно, где я могла заразиться. Потому что я в основном ходила только на работу и в магазины. Все остальное время находилась дома. Вероятнее всего, я заразилась на работе, но точно сказать не могу. Доктор Хаммонд, вы являетесь врачом общей практики и много времени проводите в клинике. Вас обеспечивали средствами индивидуальной защиты? Расскажите, как все произошло в вашем случае? Я думаю, что могла заразиться на работе в клинике. В то время мы еще не использовали СИЗы. Тогда мне приходилось бывать в нескольких больницах, в четырех или пяти. Я тоже никуда не ходила, только в продуктовые магазины. Поэтому думаю, что могла заразиться на работе. То есть это риски, связанные с местом работы. К сожалению, в Казахстане и в США, в частности в Нью-Йорке, среди врачей тоже было очень много случаев заболевания. Это все можно отнести к профессиональным рискам. В тот период мы еще не носили СИЗы. Как и Ли, мы только готовились к тому, чтобы работать в новых условиях. Но еще не использовали маски и другие средства защиты. Сейчас мы уже знаем, что COVID-19 не является просто респираторным заболеванием или синдромом хронической усталости. Королевский колледж Лондона провел исследование на основе данных по США, Швеции и Великобритании, в котором описывались часто встречающиеся симптомы, такие как температура, кашель, потеря обоняния. Кроме того, отмечались и такие симптомы, как высыпание на коже, головная боль, боли в брюшной полости, диарея и другие. Очевидно, что COVID-19 отражается на работе многих органов и систем, включая головной мозг, в случае с которым может произойти спутанность сознания и даже инсульт. То есть вирус воздействует на маленькие капилляры, клетки эндотелия кровеносных сосудов, которые снабжают кровью не только легкие, но и другие органы. Все это может привести к образованию тромбов, серьезным проблемам с почками и сердцем. Доктор Гарнер, в своей статье вы говорите о том, что это не осложнение основного заболевания, а такие длительные по времени симптомы. То есть человек может болеть на протяжении почти шести месяцев. Все вы были инфицированы примерно в середине марта. Получается, что вы болеете уже более пяти месяцев. Расскажите подробнее об этом. Это все-таки осложнение? Или же эта болезнь имеет такое длительное течение? Почему так происходит? Это новый вирус, который до сих пор до конца хорошо не изучен. У разных людей заболевание протекает по-разному. Симптомы могут выражаться в самых неожиданных комбинациях. Мы только начинаем что-то понимать. Эта болезнь не описана в учебниках. И сами врачи, когда заболевают, не могут достаточно четко определить, что же с ними происходит. Слишком много осложнений. Исходя из того обилия информации, которую мы получаем, из практики коллег, из своего личного опыта, из интернета, я подозреваю, что этот вирус способен на все, что угодно. Лин рассказывала, что у нее был синусид. Это довольно необычный симптом при COVID-19. Поэтому врачам в вашей стране тоже следует обратить на него внимание. Вы также спрашивали о продолжительности течения заболевания. Очень многие люди переносят его в легкой форме. В то же время достаточное количество пациентов болеют долго, как я, например. Слабость и упадок сил могут длиться 5 месяцев. Очень много. Мириады различных симптомов и проявлений болезни. Я думаю, что все вы прошли через ПЦР-тестирование и сирологический анализ. Это так? Я делал тест на антитела. Он положительный. Мне кажется, что когда люди заболевают, они уже понимают, что у них COVID. Я не думаю, что Лин и Юля делали тесты. ПЦР-тестирование я не проходил, потому что в то время, когда я заболел, он бы уже ничего не показал. Положительный тест на антитела показывает, что болезнь была. Отрицательный говорит о том, что ее не было. Тестов сейчас очень много, и они разного качества. Тесты показывают положительный результат только через 3 недели после болезни. Потом, через какое-то время, они опять могут быть отрицательными. На самом деле, это большая проблема для нашей страны. Лин, вы делали ПЦР-тест? Да, я делала ПЦР-тест на коронавирус на третий день после появления симптомов, но он был отрицательным. Несмотря на все симптомы, тест был ложно-отрицательным, и это довольно типичная ситуация. То есть, вам поставили диагноз, опираясь только на клинические проявления болезни. У вас часто ставят диагноз COVID-19 без ПЦР-тестирования? Это обычная практика? В Великобритании ПЦР-тестирование проводится на основе сравнения с положительными образцами, которые есть в лаборатории. Как известно, этот метод, путем сбора проб из носа, такое выборочное исследование, дает много ложно-отрицательных результатов. Поэтому этот способ тестирования вызывает много вопросов. Что касается теста на антитела, то он проводится на основе 20 различных образцов от разных производителей. Таким образом, мы имеем не до конца проверенные новые технологии, которые могут выдавать ложно-отрицательные результаты в массовом порядке. Возможно, это имеет значение для пациентов, врачей и работодателей, но наука не может считать такой способ тестирования надежным и приемлемым. Я знаю, что вы довольно активно пользуетесь социальными сетями. Общаетесь там с пациентами и своими коллегами, многое узнаете. В то же время люди могут получить от вас полезную информацию. Вот эта ситуация с отрицательными ПЦР-тестами, яркими респираторными и другими симптомами многих сбивает с толку. В Казахстане, по данным официальной статистики, было трудно понять, связаны ли пневмония и симптомы простуды с COVID. Еще месяц назад правительство не связывало эти летние случаи пневмонии с COVID. Все это вносило большую путаницу. Вы сказали, что COVID – это системное заболевание, при котором страдают многие органы, включая мозг, почки, сердце. В этом смысле нам следует быть бдительными в случае проявления тех или иных признаков. В Казахстане многие пациенты с респираторными симптомами делают компьютерную томографию, чтобы проверить состояние органов дыхания. Очень часто отмечается 30-50% поражение легких. И такие результаты становятся показаниями госпитализации. Доктор Хамм, вы говорили, что страдали от одышки. Как вы думаете, вам необходима компьютерная томография или какое-то другое исследование? Что вы порекомендуете делать обычным пациентам в таких случаях? Довольно трудно советовать что-то определенное. Потому что, например, у Лин, как она говорила, были трудности с дыханием, а у Пола нет. Могут быть разные причины. Врачи-клиницисты в таких случаях обычно прибегают к дифференциальной диагностике. В моем случае это был основной симптом, и он меня серьезно беспокоил. Я обращалась за помощью в клинику дважды. На 10-й и, как мне кажется, на 46-й или еще раньше, на 36-й день. Мне сделали рентген, полный анализ крови, но причин одышки не нашли. Трудности с дыханием у меня продолжались, однако дополнительный кислород мне не требовался. Но дни шли, и где-то в промежутке между 47-м и 56-м днем у меня началась десатурация. Я сделала себе пробу, потому что у меня дома есть прибор. Понятно, что обычный человек не сможет сам это проверить. Кислород в моей крови существенно снижался. То есть вы использовали пульсоксиметр? Да, конечно, я использовала пульсоксиметр. Я тестировала себя в разных ситуациях. При подъеме по лестнице мой пульс повышался до 220 ударов в минуту. Я проконсультировалась с коллегами-врачами, и меня направили в больницу, где мне сделали компьютерную томографию легких. В то время у меня уже были боли в груди, в одном месте с правой стороны. Я обследовалась на КТ, потому что все это продолжалось довольно долго. Была одышка и десатурация. В ходе томографии у меня было обнаружено пароксизмальное трепетание предсердий. Поэтому у меня и была такая высокая частота сердечных сокращений, свыше 200 ударов в минуту. После 15-минутного отдыха все приходило в норму. Затем я обследовала сердце. Все показатели сейчас также в пределах нормы. Мне пришлось пройти компьютерную томографию, потому что одышка у меня продолжалась больше месяца. И мои коллеги посоветовали мне это сделать. Я не думаю, что все, у кого есть одышка, должны проходить КТ. Это необходимо делать только в том случае, если симптомы не исчезают, что-то меняется в вашем состоянии, вам становится хуже или появляются новые симптомы. В таких случаях не надо игнорировать более тщательное обследование. Вот здесь мы имеем пример того, как болеют врачи. Для того, чтобы понять, что с ними происходит, они изучают литературу и пытаются докопаться до истины. Что же касается обычных людей, у которых нет медицинского образования, то им тоже надо беспокоиться о своих симптомах, особенно если есть какие-то изменения. Пациентам нужна помощь. Им надо проверяться на предмет серьезных осложнений, прежде чем они начнут нагружать себя физически, заниматься спортом. В данном случае у Юлии даже при небольших нагрузках сатурация была низкая. Кислород в крови существенно падал. А если человек работает, то его здоровью может грозить серьезные опасности. Поэтому прежде чем возвращаться на работу, надо дождаться стабилизации своего состояния. Итак, у вас с момента появления симптомов прошло уже почти пять месяцев. Полагаю, что вы опасаетесь рецидивов и задумываетесь о состоянии своего сердца, почек и даже мозга. В определенной степени это касается и коагуляции крови. Я думаю, что вы все себя проверяете. Обычные пациенты, которые провели около 10 дней в больнице, после выписки продолжают лечение дома. В Казахстане врачи им рекомендуют периодически обследоваться на уровень тромбоцитов, S-реактивный белок и Д-Диммер. Что вам рекомендовали врачи с учетом вашего состояния? Я думаю, что сейчас со всем этим царит полная неразбериха. Люди получают разную медицинскую помощь и наметилась тенденция к чрезмерным обследованиям. У меня есть очень квалифицированный консультант. Такой приятный человек. Когда у меня были проблемы с кровью и подозрения на тромбоз глубоких вен, я сдал кровь на анализ. Также меня направили на рентген легких. Все было нормально и больше я не обследовался. Так вот, мы обсуждали с ним, как улучшить мое состояние. И он посоветовал мне употреблять в пищу свежевыжатый морковный сок и имбирь. Эти рекомендации мне показались довольно странными. С другой стороны, я понял, что мне не надо увлекаться дополнительными обследованиями, хотя я и думал, что мой организм серьезно пострадал. консультант мне сказал, Пол, у тебя слабость, но в целом все нормально и твое состояние улучшается. Вот в этом и состоит смысл индивидуального подхода, которого, к сожалению, нет во всех этих различных обследованиях. Не знаю, как у других, но в моем случае было так. До недавнего времени, еще два месяца назад, я помню, было много неопределенностей в подходах к лечению COVID-19, особенно у тяжелобольных пациентов. В Казахстане некоторые врачи часто назначали антибиотики, антибиотики широкого спектра действия. По этому поводу было много критики. Еще многое было непонятно, и врачи постоянно обменивались информацией с помощью мессенджеров и социальных сетей. Сейчас, с появлением в протоколах недорогого стероидного препарата дексаметазона и низкомолекулярных антикоагулянтов, с лечением все более или менее прояснилось. Но, к сожалению, люди стали чрезмерно использовать дексаметазон. Его назначали даже в случаях легкого течения болезни, что, по-моему, не является хорошей идеей. А как обстоят дела с этим в Великобритании? Каков ваш опыт? Назначают ли врачи такие сильные лекарства? И что вы думаете по поводу антибиотиков? Я ничего не принимал. Думаю, что прием витамина D вполне хорошая идея. И это все. Я считаю, что дексаметазон нужно применять в условиях стационара, если пациенту необходима респираторная поддержка. А антибиотики в таких случаях совсем ни к чему. и они не должны применяться как какая-то стандартная терапия. Ни в коем случае. Их надо назначать только тогда, когда добавляется какая-то другая, может, внутрибольничная инфекция. Понимаете, это вирус. И этим все сказано. Антибиотики в данном случае не работают. Другое дело, что сами пациенты требуют какого-то эффективного лекарства. Они требуют этого от системы здравоохранения и от нетрадиционной медицины. На самом деле лекарств не так уж много. Вот ремдисевир и, как вы сказали, стероидные препараты в тяжелых случаях. Больше я не знаю. Также назначаются симптоматическое лечение головной боли и других форм недомогания. Это мое мнение. Вы сказали, что если человек прошел лечение в больнице, то после выписки ему не стоит продолжать прием антикоагулянтов и стероидных препаратов. Но что же следует делать для предотвращения серьезных осложнений? Как избежать возможных осложнений? Не заражаться. Да, не заражаться. А если серьезно, то я не желаю кому-либо каких-либо осложнений. Что же касается моего мнения, то поскольку я до сих пор испытываю слабость, самое важное для меня сейчас отдых. Этому тоже надо учиться. Я учусь давать отдых моему мозгу, учусь не ходить больше трех километров, учусь не делать много физических упражнений. Нельзя выходить за рамки возможного, потому что иначе я могу снова заболеть. Это простые практические вещи, которые должны знать врачи. Я был очень удивлен, если не сказать больше, что в замечательных рекомендациях врачам, выпущенных 13 лет назад, не было никакого упоминания о синдроме недомогания после физической или умственной нагрузки. А он чаще всего и встречается у людей, испытывающих постоянную слабость. Следует значительно сокращать свои обычные нагрузки. Это состояние до сих пор хорошо не описано. Мне потребовалось много времени, я думаю, что Юлия и Лин тоже, чтобы понять, что же происходит. Не все врачи это понимают. Я думаю, что обычные терапевты, вместо того, чтобы назначать много лекарств, какие-то стероиды, должны учить пациентов помогать самим себе, регулировать свои нагрузки. Мне кажется, от этого пользы будет больше. Я соглашусь с профессором Гарнером, поскольку это вирус, и мы его еще не очень хорошо знаем, испытания, через которые мы все проходим, это нормально. Тем не менее, ясно, что что-то до сих пор происходит в организме, и похоже, ему надо дать время на полное выздоровление. Я также хочу отметить, что у нас много групп общения в онлайн режиме. Одна из таких групп целиком состоит из врачей, их порядка 70-80, может даже 100 человек. Так вот, у большинства из нас состояние улучшается без какого-либо интенсивного вмешательства. Сейчас мы находимся на стадии изучения сроков выздоровления. Вы уже вернулись к работе? Преподаете? Нет, я не работаю уже 5 месяцев. Думаю, что если выздоровление будет продолжаться в том же темпе, то я выйду на работу примерно через 2 месяца. Я до сих пор испытываю трудности с дыханием. У меня наступает одышка после 20-40 минут разговора. Вы же знаете, что врачам приходится много говорить. Сейчас это дается мне с трудом. Чтобы вернуться к полноценной работе, мне надо добиться существенного улучшения своего состояния. И я думаю, что мне придется вдвое сократить свои нагрузки. Получается, что более 100 врачей, и не только врачей, но и пациентов общаются друг с другом онлайн. Вы используете какое-то специальное приложение для этого? Или это обычные социальные сети? Как это все происходит на практике? Ведь вы живете в разных городах. Мы используем все средства. Пользуемся всеми преимуществами социальных сетей. На самом деле, это довольно популярный способ общения. Есть одно исследование. Оно было проведено в Италии, в Риме. ученые выбрали одну такую группу людей, переболевших ковид. В нее входило 143 человека. Эти люди рассказывали о своем состоянии после болезни. Кто-то говорил об ухудшении качества жизни. Почти 40% респондентов отмечали слабость, проблемы с дыханием, боли в груди, боли в суставах. То есть сейчас подобные состояния отмечаются довольно часто. Системы здравоохранения должны что-то делать с этим. Возможно, необходимо разрабатывать программы реабилитации таких больных. Это очень важно. Вы говорили об инфекциях. Ученые считают, что коронавирус присутствует в организме около двух недель. И что иммунная система с ним справляется, и человек больше не является заразным. А вот симптомы приводят к тому, что заболевание становится хроническим. Вы согласны с этим мнением? Или же все хронические состояния являются ослабленными симптомами проявления все той же инфекции? Это не хроническое заболевание в обычном понимании, как мы считали всего каких-то шесть месяцев назад. С медицинской точки зрения такая позиция не всегда помогает, потому что мы имеем дело с новым вирусом, и люди до сих пор болеют. Я думаю, что в этом смысле можно вспомнить другие вирусные инфекции, например, вирус Абштейна-Барр. В случае с некоторыми вирусными инфекциями, для выздоровления требуется шесть месяцев и больше, вплоть до нескольких лет. Поэтому такой длинный период реабилитации после COVID-19 не является чем-то необычным. Что касается каких-то развивающихся патологий в организме, то я не могу дать ответы на этот вопрос. В социальных сетях можно прочитать много рассуждений на эту тему. Вирус все еще циркулирует в организме или вирус уже не циркулирует. Я даже не знаю, как на это реагировать. Все говорят, что что-то происходит, но мне кажется, что по большому счету что-то происходит в наших головах. Я бы не стал торопиться с подсчетом количества патологий, которые можно связать с COVID. Это мое мнение. Думаю, что причина слабости, которую до сих пор чувствуют Лин и Юлия, кроется в чем-то ином, в другой части спектра, который затрагивает не только легкие, но и сердце и остальные части организма. Мне кажется, что в данном случае нельзя все сваливать в одну кучу. Нам нужно быть довольно осторожными по мере продвижения вперед в изучении болезни. В чем я точно уверен, так это в том, что нам всем станет лучше. Да, сейчас много говорят о цитокиновом шторме, но по-прежнему сохраняется много неопределенности. К счастью, ученые находят эффективные средства лечения, не только на самой стадии инфицирования, но и после, на той затянувшейся стадии, которую вы сейчас проходите. Доктор Гарнер, на вопрос о том, как избежать осложнений, вы сказали, что лучше всего не заражаться. Означает ли это, что человек, который был инфицирован один раз, может получить повторное заражение? Кто знает, люди стали говорить о коронавирусах только последние 2-3 года. Я бы никому не пожелал заболеть. Надо постараться этого избежать, потому что болезнь протекает по-разному. У кого-то быстро, а кто-то не может вернуть прежнюю форму в течение нескольких месяцев. Ладно, я старый человек, но вот Лин, молодая спортивная девушка, или Юлия, у которой нет абсолютно никаких проблем со здоровьем. То есть это не тот случай, когда человек может думать, что полностью от него застрахован. Большое вам спасибо. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы поделились личной информацией о том, как протекала болезнь, а также тем, что нового вы узнали о COVID-19. Спасибо большое. большое. Спасибо.